Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 144 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Нашу передачу вы можете смотреть на YouTube в группе Тиме, а также в ВКонтакте, также в группе Тиме. Итак, сегодня в программе. Может ли Неслихан Атагюль стать партнершей Кыванчататлы Туа? Подробности нового сериала цифровой платформы Блу ТВ – первый и последний. Когда можно ждать возвращения на экраны сериалов основного сезона? Кирим Бюрсин или Араз Булута и Немли? Кого любит турецкий зритель? И подписал ли Мурат Илдерем контракт на новый сериал? Итак, мы начинаем. Вопрос. Правда, что у Хандер Чель и Кирима Бюрсина будет новый фильм? Я слышала о таком предположении, но пока ничего конкретного я вам сказать не могу. В целом, выглядит вполне правдоподобно. Очень часто продюсеры хотят получить дополнительные дивиденды с популярной пары и объединяют их в новом фильме. Например, так было с Эльчин Сагу и Барышем Ордучим, которые после сериала снялись еще и в фильме. Но опять же, пока это только предположения. Возможно, какие-то проекты есть, но ничего конкретного пока нет. Вопрос. Почему еще не закончился сериал «Постучись в мою дверь», а уже в квартире Серкана снимают другой сериал «Рецепт любви»? Потому что шоу-бизнес – это бизнес, прежде всего. Освободилось помещение, и его снял кто-то другой. Такое в турецком шоу-бизнесе сплошь и рядом, снимается в одних и тех же помещениях. И не удивляйтесь, что в будущем вы будете наблюдать те же дома в совершенно других сериалах. Это нормально, это просто обычный съемочный процесс. Вопрос. Если в новом сезоне Неслихана Тагюль будет сниматься на интернет-платформе, то сможет ли она, чисто теоретически, сыграть в сериале «Если король проиграет»? Начнем с того, что сериал «Если король проиграет» перенесли на телевидение. То есть он выйдет в качестве телевизионного сериала. И, скорее всего, это будет телеканал Стар ТВ. То есть ни о каком интернет-проекте больше не идет речь. Его очень долго разрабатывали и, в конце концов, договорились с каким-то телевизионным каналом. Все предположения делаются на то, что главную роль сыграет Кыванч Татлыту. Практически все уже в этом уверены. Плюс еще будут две большие женские роли. Одна – это жена главного героя. Примерно одного возраста должна быть с актером, который исполнит главную роль. То есть с Кыванчем. И вторая – молодая девочка, которая должна сыграть любовницу главного героя. Что касается Несли Хан, то никаких слухов о том, что она возвращается на телевидение, нет. Зато говорят о том, что она будет в цифровом проекте. Так что я думаю, что вариантов в том, чтобы она присоединилась к этому сериалу, практически никаких. Вопрос. Скажите, как Кадир Дуалу выбрал этот проект? Он же заранее, понятно, безуспешен. Сюжета нет. Но побегают туда-сюда, развелись, поженились и все. Смысл бы был. Что настолько все плохо с предложениями Кадиру? Кадир Дуалу достаточно опасно в возрасте, когда уже молодых людей играть не получится, а стариков тоже еще как бы рано. С другой стороны, у него нет в карьере больших суперхитов, которые позволили бы ему остаться на главных ролях еще достаточно продолжительное время. Единственный вариант остаться на главных ролях – это соглашаться на то, что дают. Да, ему, к сожалению, уже выбирать не приходится. Но это не только его беда, это беда практически всех актеров в Турдизе, которые не смогли стать суперзвездами. Наступает такой момент в карьере, когда ты либо уходишь уже на второстепенные роли, пусть и важные, но второстепенные, либо продолжаешь играть на главных ролях, но куда возьмут и надеются на то, что вдруг что-то да выстрелит. На этот раз не повезло. Вопрос. Еще неизвестно, выйдет ли «Любовь-102». «Любовь-101» – это всего 8 серий, но каких? К сожалению, турецкие консерваторы по непонятной причине были возмущены этим сериалом. Я вижу такие народные легенды. На самом деле, возмущение сериалами на Нетфликс – это вполне нормально для турецкого традиционного зрителя, но никакого отношения к политике Нетфликс это не имеет. Один раз его отменили съемки сериала, но именно съемки, а не показ сериала. И то, чтобы щелкнуть по носу Эртюк, государственный цензор, который попытался вмешаться в производство, и раз она всегда сказать, что мы такого не потерпим, и лучше мы отменим вообще съемки, чем будем с вами советоваться по поводу того, что нам снимать и что нет. С тех пор Эртюк, в общем-то, охладел к этой теме, больше ее не поднимает, говорит о том, что с Нетфликс они дружат, и у них все хорошо. В общем, эта проблема была решена. Так что, если «Любовь-101» не выходит очень долго, это всего лишь политика Нетфликс, который выпустит сериал, скорее всего, только осенью. Почему так, я не могу вам сказать. У них какие-то свои соображения, но знаю, что «Любовь-101» не очень хорошо прошел. Во всяком случае, конечно, он был достаточно популярный, чтобы заказать второй сезон. Например, «Идесят квадратных метров» не заказали второй сезон, он вообще как бы провалился. В данном случае «Любовь-101» можно считать относительным успехом. Но успех был не настолько большой, чтобы сразу ставить в эфир, пока горяченькая, и пока все, так сказать, еще готовые, кипят и хотят посмотреть. Нет, они его отложили, запустят, скорее всего, как я говорила, осенью, либо в сентябре, либо в октябре. Ну, а все эти слухи о том, что якобы кто-то там мешает, чтобы выпустить сериал, не соответствуют действительности. Вопрос. Где сейчас занят Дженгиз Джошкун? Дженгизу Джошкуну не очень повезло. Он сначала снялся в фильме о султане Аль-Парслане, но, к сожалению, из-за пандемии кинотеатры закрыты, фильм так и не вышел. Затем он подписался на работу в сериале о султане Явузи Селиме, но там что-то не получилось. Не знаю, что там случилось, но сериал отложили, и постепенно из него ушла фактически вся съемочная группа. Не знаю, возобновят ли они съемки или же все. Все, закончила, но пока Дженгиз остался как бы не у дел. Он снялся в рекламе духов арабских. И на этом пока что все. Пока о его дальнейших планах мне ничего не известно. Вопрос. Турецкая пресса говорит о том, что ему поступило 4 новых предложения о работе, и он сейчас выбирает. Ну, на мой взгляд, это небольшое преувеличение. Он хороший актер, но все же не актер первого эшелона, чтобы к нему очередь из продюсеров выстраивалась. Но я думаю, работу на следующий сезон он себе найдет. В ближайшее время мы об этом узнаем. Раз уж пошла его такая активная реклама, пиар, значит, он уже готов к работе и ищет сейчас себе подходящий вариант. Вопрос. Правда ли, что Иид Асшенер будет играть султана Сулеймана в сериале «Братья Барбаросса»? Или это склетни? Информация эта была размещена в турецкой Википедии. В Википедии могут писать кто угодно и что угодно. Исправить это могут только потом, спустя какое-то время. То есть, пока еще не определено, кто какую роль будет играть в сериале, сложно сказать, правы они или нет. Одно могу сказать абсолютно точно. События в сериале начнутся в момент, когда братья Барбаросса перестанут быть просто торговцами, которые ходят по морю и добывают таким образом себе пропитание. И станут теми пиратами, которых мы знаем. Затем уже из пиратов они превратятся в мореплавателей, военно-начальников турецкого флота. Но это уже будет после. И если следовать точно хронологии исторической, то это произойдет в момент, когда у власти будет султан Селим. Не султан Сулейман. Сулейман еще подросток, у которого молоко на губах не обсохло. Все события основные первого сезона будут проходить во времена султана Селима Явуза. Поэтому никак Иид не может стать султаном Сулейманом. Слишком рано. Если он сыграет султана Явуза, может быть. Но опять же, пока никакой информации о касте у меня нет. Вопрос. Расскажите о новом сериале Салиха Бадемджи и Азги Аспиренджи, когда он выйдет. Сериал снимается для цифровой платформы Blue TV. И снимает его один из самых лучших режиссеров Турции Джем Карджи. Он снимал «Песня жизни», «Красная комната» и «Ветреный» первый сезон. Затем он сбежал, не смог общаться нормально с продюсером Бану Акдениз. Ну, в принципе, с ней вообще никто не мог общаться нормально. Так что в данном случае вины Джема в этом нет. Это история о мужчине и женщине, которые познакомились, полюбили друг друга, свадьба и все остальное, романтика, а затем семейная жизнь, которая оказалась не такой сказочной, как они себе представляли. То есть от свадьбы до развода. Когда выйдет, не могу точно сказать, дело в том, что планы немножко поменялись. Азге обнаружила, что она находится в интересном положении, причем срок достаточно серьезный. Поэтому они ускорились для того, чтобы закончить работу побыстрее. И чтобы, так сказать, она уже смогла выйти замуж за своего возлюбленного, с которым они живут уже много-много лет, Бурак Ямантюрк. В сентябре у них будет свадьба. Раз уж сериал снимают достаточно быстро, то и выпустят быстро, поскольку Блу ТВ не любит откладывать на месяц, на два, на три, если уже готов материал. Так что я считаю, что скорее всего они выпустят после Ешельчама второго сезона. Говорили по слухам, что в конце августа выйдет Ешельчам второй сезон. Значит, скорее всего, первый и последний выйдет в сентябре. Но это мое личное предположение, я не могу сказать точно, что так и будет. Вопрос. Один из ваших выпусков был заглавлен официально в месте, где речь шла о Ханде и Кереме. А что такое в Турции официальная пара? Просто люди вышли и сказали, что они теперь вместе, или все-таки это как-то связано с официальным событием в их жизни, например, помолвки? На Востоке вообще, и в Турции в частности, любой тактильный контакт между мужчиной и женщиной – это достаточно серьезная вещь. Да, у актеров, конечно, с этим проще, поскольку они работают вместе и, естественно, касаются друг друга. Но в реальной жизни любое прикосновение к чужой женщине – это очень серьезный шаг, который ведет к определенным последствиям. Если женщина согласна на такое прикосновение, то есть, когда мужчина берет ее за руку, он тем самым показывает, что она моя, и я готов развивать эти отношения, естественно, в сторону брака. В Турции не принято очень долго ухаживать за женщиной, там, 2-3 года ходить в женихах. Этого нет. Да, мы привыкли, что у турецких актеров так принято. Но в нормальной жизни нет, такого не бывает. Если мужчина встретил женщину, если он взял ее за руку, то следующий шаг – это идти в ЗАГС. Никто не будет стянуть с оформлением отношений. Это не принято, это значит, ты просто позоришь девушку. Так нельзя. Так что ответ на ваш вопрос очень простой. Когда мужчина берет девушку за руку, это означает уже официально вместе. Вопрос. Смотрела сразу три сериала «Девушка за стеклом», «Запретный плод» и «Однажды в Чукурова». И все три ушли на каникулы. Можно узнать, когда выйдут мои любимые три сериала. Вы смотрели сериалы основного сезона. Основной сезон – это с осени до конца весны. То есть до мая, иногда чуть-чуть до июня. Все сериалы основного сезона начнут возвращаться в сентябре. Бывает, растягивается время возвращения. То есть кто-то возвращается в сентябре, кто-то в октябре, кто-то в ноябре. Ничего страшного в этом нет. Это зависит от политики телеканалов, когда они найдут место в эфире, когда они найдут рекламодателей на новый сезон и так далее. То есть очень много факторов. Но, как правило, все сериалы, которые вы перечислили, они супер-хиты или просто хиты, как «Запретный плод». Поэтому достаточно быстро на них находятся рекламодатели и возвращаются они первыми. То есть в сентябре, скорее всего, все три уже вернутся. Вопрос. Есть ли новости о новых проектах Демета с Демир? 30 июня стартовали съемки нового фильма Демета с Демир «Любовная тактика», где она играет вместе с Шукрю Озьелдизом. Когда съемки будут закончены, то наверняка она подберет себе новый проект на следующий сезон. Я уже говорила о том, что она хочет драму. Но пока съемки идут, естественно, ни о каких других проектах мы не услышим. Это не принято. Вопрос. Есть ли сейчас отношения у Тубиби и Кустун? Скорее бы ей замуж уже. Были некоторые разговоры о том, что она с кем-то встречалась. Даже вроде бы фото делали со спины. Но на этом все и заглохло. Вроде бы как бы отношения не сложились. И сейчас Туба одна. Что касается вашего вопроса, скорее бы замуж и так далее. Извините, но что она там не видела? Туба состоялась как личность. Она состоялась как актриса. Она состоялась как мать. У нее двое детей. Ей совсем не обязательно бежать сломя голову замуж. Так как будто это единственное достижение, которое может быть в жизни у женщины. Наоборот, сейчас, в общем-то, замужество совершенно не является самоцелью. Тем более у самостоятельных женщин, которые сами себе зарабатывают на жизнь. В турецком шоу-бизнесе полно успешных дам, которые обходятся без мужчин. И это совершенно не мешает им развиваться и быть счастливыми. Тем более, еще раз повторяю, у Тубы уже есть двое девочек. И ей совершенно не надо реализовывать себя как женщина, как мать. Она уже состоялась. Поэтому ваш вопрос, когда она выйдет замуж. Захочет, выйдет, не захочет. Я думаю, она спокойно проживет и без мужчины в своей жизни. Вопрос. Когда выйдет сериал «Долина волков»? Ходят слухи о том, что «Долина волков» будет возобновлен на телеканале Шоу ТВ. Но пока что это только слухи. Если они подтвердятся, то, скорее всего, новая информация появится в августе. Если не подтвердятся, то, естественно, никакой информации не появится. Пока бы я относилась к этой информации с осторожностью. Будем надеяться, что действительно возобновится работа над сериалом. Но пока у меня уверенности нет. Вопрос. Кого любят больше и кто наиболее популярнее в Турции и за границей? Арас Булута и Немли или Керем Бюрсен? На мой взгляд, очень странный вопрос. Сравнивать Керема и Араса ни в коем случае нельзя, поскольку Арас принадлежит к высшей лиге суперзвездам турецкого экрана. Его можно сравнивать с Чаотаем, с Кенаном Емирзалаулу, с Кыванчем Татлытуом. Но, конечно, ни разу не с Керемом. У Араса в карьере достаточно много суперхитов, где он играл и вторые роли, и главные роли. Он начинал свою карьеру в бесценном времени, продолжил в великолепном веке, получил огромное признание в сериале «Внутри». И его «Лебединая песня» – это, конечно же, сериал «Чукур». Это все суперхиты в его карьере. За границей он получил огромное признание после выхода фильма «Чудо в седьмой камере». То есть Арас – это действительно высшая лига турдизи. Что касается Керема, которого я очень люблю, и поэтому мне это сравнение, честно говоря, очень не нравится, поскольку в карьере у Керема нет суперхитов вообще. То есть сравнивать его с такой лигой – это означает заранее его опустить как бы в глазах сравнивающего, потому что я не могу сказать неправду, а правда выглядит действительно не очень приятно для Керема. Да, он герой летнего проекта, но этот летний проект идет средне. Это даже не самый хитовый летний сериал в истории турдизи. Все остальные его проекты были либо провалами, либо достаточно средними хитами. В ожидании солнца был очень средним хитом. Кстати, в это же самое время шел, опять же, молодежный сериал «Чаотая. Прилив», который шел гораздо лучше и был настоящим большим хитом. То есть, когда начинаются такие сравнения, то невольно обижаешь своим ответом поклонников Керема, что я совершенно не хочу делать. Но вы меня спрашиваете, и я вынуждена вам отвечать. Увы, ответ не всегда нравится, я понимаю. Поэтому, пожалуйста, не задавайте вопросы, на которые рискуете получить не тот ответ, на который рассчитываете. Вопрос. Подписал ли Мурат Илдырым контракт на сериал «Азиз»? Да, подписал. Мурат возвращается на экраны в новом сериале с персонажем по имени Азиз Пайдар. События нового сериала будут проходить в 30-е годы прошлого века в Антакии, это глубинка Турции. И проект готовит очень известный режиссер Зинеп Юнайтан. Автор сценария Эда Тэжжан, которая известна по предыдущему сериалу «Ветряный». С глубинкой она знакома не понаслышке, то есть надеюсь, что она сделает что-то приятное. Герой Мурата вынужден покинуть свой родной город и любовь всей своей жизни Дель Рубу после того, как стал причиной смерти французского лейтенанта. Я напоминаю, что время действия 30-е годы прошлого века, то есть как раз после войны за независимость, когда очень сложные отношения между Западом и Турцией существуют, и естественно в такой ситуации любой дипломатический скандал грозит очень серьезными последствиями. Он вынужден уехать, причем на много лет, и когда он возвращается через несколько лет, то естественно его родной город полностью меняется, и его ждет совершенно новая жизнь. Я думаю, что к тому времени, когда он вернется, Дель Руба уже будет, скорее всего, замужем и будет интересно подоблюдать за развитием их отношений. Но это мое личное предположение. Вопрос У вас на сайте в рецензии на сериал «Любовь, расчет, месть» есть высказывание, что поскольку сериал делает компания Фатиха Аксоя, не приходится сомневаться в росте рейтинга. Кто такой Фатиха Аксоя? Какими сериалами или фильмами он сослужил такое доверие телезрителей? Почему про сериал «Игра на удачу» не пишут ничего такого же восхваляющего, хотя, по моему мнению, он динамичнее и веселее? Начну с конца. Сериал «Игра на удачу» делает очень маленькая компания ARC Film. От нее никаких чудес не ожидают. И особого внимания к этому сериалу не будет. В любом случае, рейтинги у него достаточно слабенькие по сравнению с результатами прошлого года, например. Да и вообще, летние сериалы обычно ашиотажа у турецкой прессы не вызывают, потому что они призваны заполнить Деру, которые существуют в телепрограмме, пока основные сериалы находятся на каникулах. Совсем другое дело – компания «Фатиха Аксоя» – «Медяпым». Это крупнейший производитель на турецком телевизионном рынке, который существует более 20 лет. Он начал продавать турецкие сериалы за границу, когда про Турцию никто ничего не знал. И, естественно, про сериалы турецкие тоже никто ничего не слышал. В 2003 году он создал мини-сериал «Хюрем Султан», который продается до сих пор. И, кстати, он переведен на русский язык. Возможно, вы его сможете найти на YouTube. Очень хороший сериал я смотрела, когда вообще понятия не имела о том, что такое турецкое кинопроизводство. И он мне тогда очень понравился. Так что рекомендую. Ну а дальше он создает сериал «Доктора», который до сих пор считается классикой турецкого сериала производства. Его повторяют каждый год, до сих пор. Среди его сериалов знаменитая, я назвала ее «Фериха», где он открыл «Чаотай у Лусоя», «Отчаянные домохозяйки», да, это был ремейк американского сериала и очень успешный. «Война рос», опять успешный сериал. Затем он создает «Великолепную маму», главную роль в котором играла Джан Судери и Вахиды Перчин, и маленькая звездочка Беренгио Кейлдис. Он делает «Нашу историю», «Моя дочь», «Женщину», «Учитель», «Запретный плод», «Плотина». Сейчас он делает сериал «Неверный». А другая его компания, МФ Япым, поскольку он владеет не только Медяпым, но и МФ Япым и номер 9 продакшн, создавала сериалы «Чудесный доктор» и «Постучись в мою дверь». То есть, как видите, он времени зря не теряет, создает все новые и новые сериалы, которые пользуются огромной популярностью и в Турции, и за ее пределами. Это действительно самый тяжелый вес в Турдизе. Я вам назвала только самые известные и самые крупные его работы. На самом деле у него гораздо больше проектов. Например, он создал фильм «Фатих», который считается одним из самых больших хитов в истории турецкого кинопроизводства. То есть, он работает не только в сериалах, но и фильмы создаёт. Человек достаточно серьёзный, и амбиции у него тоже серьёзные. Естественно, сериал, который он будет делать, всегда будет вызывать особый интерес и у зрителей, и у профессионалов. Вопрос. Есть ли новый проект у Гекче Бахадыр? Телекомпания MF Yapim ведёт переговоры с Гекче Бахадыр, которая может сыграть главную роль в сериале «Скандал». Сериал является ремейком популярного английского сериала «Де Сплит». В нём рассказывается история юридического бюро, которое занимается разводами. Вопрос. Когда мы увидим сериал «Пиропалос» с Хазал Кая. 30 июня были завершены съёмки сериала. Они продолжались достаточно долго. Теперь начинается самый главный, самый ответственный этап. Это постпродакшн. Он может занимать гораздо больше времени, чем в съёмке, поскольку речь идёт об историческом сериале. В России очень многое снималось на синем-зелёном фоне. То есть предполагается, что будет достаточно много спецэффектов. Турки в спецэффектах не сильны, но сериал снимает не турецкая компания, а голливудская, американская. Правда, её основали турки, но тем не менее они уже давно работают на американском рынке, создавали достаточно много сериалов для Netflix. И, я надеюсь, опыт у них работы есть. Во всяком случае, их предыдущий сериал, «Восход Османской империи», оказался достаточно интересным, и в техническом плане к ним претензий не было. Так что ждём, когда будет завершён постпродакшн. Возможно, это займёт несколько месяцев, и сериал выйдет в следующем году. Есть и достаточно много. Телеканал делает особый упор на исторические сериалы. Кроме «Вимляны», которые снимают «Конье», 30 серий будет выходить 2 раза в неделю по 50 минут. Также они будут снимать сериал «Священная ночь». Пока неизвестно, о чём речь идёт, и какой это будет проект. То ли 60 минут они будут делать, то ли 2 часа, как обычно. Единственное, что сказали, что это будет рассказ об одном из важнейших моментов становления Османской империи. Ну и сериал «Аль-Парслан», который является приквелом «Великих Сельджуков», также будет сниматься на государственном телеканале в главной роли Бары Шардуч. И на прошлой неделе я сделала специальный выпуск, объявила о том, что его партнёшей стала Фахри Эйджан, которая возвращается на экраны после достаточно длительного перерыва. Теперь и муж, и жена будут сниматься в исторических проектах. Осталось только снять Корана Ащевита, как Архана, и полный комплект исторических персонажей. Также ведётся подготовка к большому полицейскому сериалу. Будет делаться ещё один женский проект по типу «Квартиры невинных» и сериал, в котором будет рассказано о работе учителей. Наверное, будет самый остросюжетный. Кроме того, они готовят сериал «Алтайп», который выйдет в рамках вселенной турецких супергероев «Тэ Волт». Я уже об этом проекте говорила. Его начали разрабатывать после успеха на Netflix сериала «Защитник». Подсуетились. Сначала сделали супергеройскую тематику на АТВ, но не получилось, к сожалению. Сериал «Сё крыло с елдизом» провалился. Но «Тэ Волт» готовят несколько лет и подготовка очень серьёзная. Хорошие деньги потрачены. Более того, снимать будет американский режиссёр, не последний человек в своём деле. Так что я надеюсь, получится что-то достаточно серьёзное. Ну и кроме того, ведётся подготовка к сериалу «Ф-16», который расскажет о военных лётчиках турецких. Но это проект очень тяжёлый, очень большой. В нём будет участвовать турецкая авиация, плюс группа «Турецкие звёзды». Это группа высшего пилотажа. И съёмки займут очень много времени. Видимо, заранее будут снимать. Я не припомню, чтобы когда-то в истории вообще не только Турдизи, но и остального мира показывали военных лётчиков именно их работу, а не личную жизнь какую-то. Так что это будет первый опыт, но, скорее всего, сериал предназначен либо для весны, либо даже для осени следующего года. Вопрос. Правда, что Синья Мунсал и Кин Котч будут сниматься в одном сериале. Синья Мунсал действительно ведёт переговоры с компанией «Мост Япым» на съёмки в сериале «Возможно, когда-нибудь». В нём будет рассказана история двух сестёр, то есть ещё одна главная героиня будет. Режиссёром выступит Гюль Агус. Ещё одно имя, которое упоминается в связи с этим проектом, Икин Котч, но он своего согласия пока не дал. То есть Синьем, скорее всего, в проекте будет, а Икин под большим вопросом. Вопрос. Правда, что турки готовят ремикс сериала «Хорошая жена»? Да, это правда. «Хорошая жена» «The Good Wife» один из лучших процедуралов в истории США. Посмотрим, как его адаптируют к турецким реалиям. Достаточно сложно будет, поскольку там очень много корпоративных разборок, которые для турецких зрителей будут совершенно неинтересны. Но есть и очень хороший треугольник, жена, муж, который ей изменял, и её старая новая любовь, с которой она работает в одном офисе. Посмотрим, как они это сделают в турецком варианте, как к этому отнесётся Эртюк. Тем более, что сериал будет курировать непосредственно компания-производитель американская CBS, которая не позволит менять по турецким стандартам, то есть шаг право, шаг влево допускать не позволят. Производить сериал будет компания Лайман Япым, которая делала такие сериалы, как Двор и Воин. Вопрос. Продолжит ли Барыш Кылыч работать в сериале Запретный плод? Барыш Кылыч уходит из сериала Запретный плод? Ему предложили другой сериал в компании Мед Япым Лжец и Свеча, но он отказался и неожиданно совершенно сделала свой выбор в пользу компании 25-й фильм. Она, кстати, делала сериал Искупление. И новый сериал называется Сказка далёкого города, где он стал партнёром Аслы Хан Гюнер, известной по сериалу Северная звезда. Мы увидим этот проект уже осенью. Итак, друзья, наш выпуск подошёл к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео. Я пытаюсь найти на них ответы. Иногда отвечаю прямо под комментариями. Посмотрите, может быть, ответ уже есть. Иногда не получается. Увы, я не всё знаю. Но, тем не менее, пытаюсь всё-таки найти ответы. Мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!